Владивосток – город богатый на таланты. В прошедшую субботу исполнилось 100 лет со дня рождения голливудского актёра Юла Бриннера, уроженца Приморья. Фигура великого актёра выделила дальневосточную столицу на карте мира и стала символом кинофестиваля «Меридианы Тихого». Так случилось, что в 2003 году «Меридианы Тихого» столице сказать легенду. Как же заманить на наш кинофестиваль на Владивосток людей со всего мира? Оказалось, что Владивосток не все знают, даже где он на карте находится, даже страна АПМ. И, конечно, понимая, что у нас родился Бриннер, мы стали искать его родственников и нашли его сына, Рока Бриннера. Из этого началась история. Род Бриннеров прочно связан с Приморьем. Дед актёра Юлий Иванович Бриннер приехал сюда в 1874 году и основал транспортный и горнородный бизнес. Юл Бриннер всю жизнь ценил и помнил свои русские корни. Играл Дмитрия Карамазова, Тараса Бульбу. «Мы имеем полное право считать Юла дальневосточником не только потому, что он здесь родился. Потому что даже несмотря на то, что он уехал из Владивостока в возрасте нескольких лет, он потом ещё жил в Харбине. То есть он так или иначе оставался вот в этом российско-дальневосточном контексте. Дальше он жил в Париже, где опять же пел роман со Сталёшей Дмитриевичем, оставаясь в том же самом контексте». С наступления Второй мировой войны Юл вновь попал на Дальний Восток. Он жил у родственников в Харбине. Там же получил рекомендательное письмо Михаилу Чехову и отправился в США, чтобы стать великой американской и мировой кинозвездой. «Мы каждый, кто любит искусство и кто занимается искусством, верим, что можно достичь таких высоких вершин, такого высокого мастерства и творчества, как достиг Юл Бринер, уроженец нашей земли, уроженец нашего города». Юл Бринер – неотъемлемая часть огромной и богатой истории нашего края, которая заново открывается сегодня. Сквозь года и десятилетия Юл продолжает вдохновлять. Его игра проникает в зрительские сердца и души. Столетний юбилей актера стал настоящим праздником для горожан, которые чтут память известного на весь мир земляка.